Я тут недавно вспомнил, что засунул куда-то портфель, 100 тысяч рублей. Думаю, что с ним вообще? Решил найти, откопать. Вот он! Фу! Грязный такой! Полгода уже прошло. Интересно, что с ним? Тяжёленький вообще. Посмотрим, что с ним. Итак, здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. С момента открытия портфеля на 100 тысяч рублей прошло уже, по-моему, больше полгода. И я решил посмотреть, что же за результаты. Для этого я обратился в личный кабинет просто посмотреть недавно. И модельный портфель у меня на ИИСе открыт. Не модельный портфель, портфель за 1000 рублей. Который я сформировал. Напоминаю, по всем правилам, как прямо теория Марковица говорит. То есть 50% в рублях, 50% в долларах у меня активы. И та и другая часть разбита на 60% в акциях. И 40% в каких-то консервативных инструментах. Сейчас мы увидим в каких. Какой результат дал портфель за это время? Я тут глянул за полгода. Ну, я посмотрел. Первое видео, которое я снимал, там было в конце февраля. Ну, так сказать, там я только начинал формировать. Где-то начал формировать в начале марта. Вот с 4 марта я выбрал эти данные. Вы сейчас видите график в личном кабинете. И написано, что доходность к средним активам 13,41%. Это за чуть больше, чем полгода. Ну, в принципе, неплохая доходность, согласитесь. Вспомните, какая доходность у вас на депозите, там или в банке. Что обещает банк? Ну, не более 5, там 6, сейчас процент, сейчас уже повышают. Вот. Здесь 13,41% доходность. И давайте опустимся чуть ниже. Посмотрим, что же у нас за активы дали такую доходность. Да, еще один момент. Посмотрите вот на тот же график. Сейчас я возвращаюсь. Посмотрите, вот они точечки. И что это за точки? Зачисление доходов по ценным бумагам. Зачисление доходов по ценным бумагам. Я не дополнял этот счет, я вообще ничего с ним не делал. Но я получал дивиденды. Посмотрите, вот они дивиденды, которые мне начислялись. Различные. Постоянно капали, во-первых, денежки. Ну, а во-вторых, сами акции росли в цене. Ну, теперь давайте, так сказать, возвращаемся к самим акциям и активам, которые там есть. Итак, смотрим. Акции инвестиционных фондов. Финнексабал Эквити, Юсидс, ЕТФ, РУС. Фикс РВ. Ну, самый такой фонд, Фикс РВ, самый дешевый. Значит, там одна акция, по-моему, чуть больше рубля стоила. Вот он принес 10,16% годовых. Это, насколько я помню, была рублевая часть, консервативная. Потому что, ну, вот так. Акции иностранных компаний. Акции иностранных компаний, ну, вы будете смеяться, это Русал, Полиметал и Яндекс. Это наши компании, в принципе, но они считаются как иностранные компании. Почему? Потому что все эти акции зарегистрированы где-то за рубежом. Смотрим. Значит, Русал плюс 63% годовых. Ну, просто было очень выгодное время для того, чтобы купить акции Русала. Там были рекомендации аналитиков, открытия брокер и все прочее. 63% то есть рекомендации оправдали себя. Полиметал Интернешнл минус 0,43%. Ну, можно взглянуть на график этой акции, на Полиметал. Так, за 180 дней, полгода примерно. Вот, она очень сильно вырастала и потом упала. Это акции, которые, компании, которая добывает в основном серебро, там золото, драгоценные металлы. Но сейчас цены на золото не очень, поэтому и акции, в общем сказать, просели. Ну, цены на золото просели. И следующая компания, это Яндекс, которая взята уже дорого, но она принесла практически 15% за эти полгода. То есть здесь Русал вообще больше всего дал и здесь 15%. Дальше, акции российских компаний здесь, компании АФК-система минус 15% за это время дало. Но оно уже было куплено дорого. Нижнекамск нефтехим плюс 56% химическая отрасль. Алроса плюс 45%. Газпром плюс 47%. Газпром нефть плюс 25%. Вот такие результаты дали мне акции компаний. Что касается АФК-система, ну, это такая комплексная компания. И сейчас, вот я посмотрел последние рекомендации аналитиков, там вообще строго покупать, как бы вот так вот, точно совершенно покупать ее надо. То есть у нее потенциал роста огромный, по мнению аналитиков открытия брокера. Вот. Теперь дальше. Депозитарные расписки. Ну, что такое депозитарные расписки? Это тоже акции компании, которые зарегистрированы на иностранной бирже, но это тоже наши компании. Значит, эталон группы, это строительная отрасль, насколько я помню, значит, минус 2,52%. Вот так. Росагра плюс 33%. И лента розничная торговля минус 14% дала. Вот такие результаты. Ну, так сказать, что-то прибавляется, что-то убывает. Инвестиционный пай. Открытие всепогодный. Плюс 1824 рубля, написано 0%. Ну вот, насколько я помню, это защитная часть, которая вложена в, ну, насколько я помню, там было в долларах. И облигации российских компаний. Вот это вот, а, вот это защитный актив, вот это, по-моему. ФК-открытие, ну, это структурный продукт, грубо говоря, который, в принципе, не может упасть, он на 3 года взят, он не может упасть, он может только прибавить. Ну, такие условия. То есть, стопроцентная защита капитала в рублях, но при этом рассчитан на рост иностранных компаний. Я об этом говорил подробно в тех видео, которые входят в портфель 100 тысяч рублей. В плейлист, который вы можете увидеть, вон там. Вот, теперь дальше. Акции иностранных компаний, фондовый рынок, Санкт-Петербургская биржа. Лумин Технологиз, вот, Лумин Технологиз, на которые я очень сильно рассчитывал, они немножечко упали, 0,25%. Лумин Технологиз, я очень сильно на них рассчитывал. Дальше, Энерджи Трансфер ЛП, плюс 36% в долларах. Нортон Лайф Лок, плюс 34% в долларах. Карьер Глобал Корпорэйшн, это вообще 48% в долларах. То есть, это самая вообще, самая такая вот классная компания. Карьер Глобал Корпорэйшн, занимается там какой-то добычей, всякой хрени из карьеров. Вот, и Форд Мотор Компани, плюс 11,5%. Дальше, значит, смотрим, что после Форда идет. Хост Хотелс и Ресортс, минус 2,70%, ну, это отели, понятно. Вот, Ньюэл Брэнс Инкорпорэйтед, плюс 4,85%, плюс 5% в долларах, не забываем, да? Оэнс Семикондакторс, 8,82% в долларах. Компания по производству полупроводниковых каких-то частей. Пульта Групп, не помню даже, какой отрасль она, то есть, плюс 13,66%, тоже хороший рост в долларах. The Hartford, плюс 34%, и самая большая моя беда, это купленные акции Виатрис, вроде бы хорошая компания, фармацевтическая, которая входила в Pfizer, и, значит, в результате отделения от Pfizer, ну, стала самостоятельной компанией. Там, насколько я помню, дженериками занимается или еще вот что-то такое, фармацевтическая компания, но минус 19,39% в долларах, вот самая большая беда в этом смысле. Ну, а теперь давайте попытаемся посмотреть, ничего мы не посмотрим, потому что у меня отключился брокерский счет, сейчас я не смогу посмотреть. Но, что я хочу сказать, смотрите, я ничего не делал в течение этих полугода, вообще ничего, я про них забыл, то есть, они там где-то лежали, я даже не особенно смотрел, но в результате вот я вытащил этот портфель, как бы, так сказать, стряхнул с него пыль, посмотрел, а он вырос. Очень хороший результат, очень неплохой результат, и, что особенно радует, что эти акции подбирал я сам, то есть, без аналитики, без ничего, то есть, вот мне, как бы, у меня была методика, про которую я рассказал, которую я всем рекомендовал, и записал плейлист в этом смысле, очень рекомендовал пользоваться, то есть, он абсолютно бесплатный, в открытом доступе, очень рекомендовал пользоваться этими рекомендациями, пока в открытом доступе, очень рекомендовал пользоваться этими рекомендациями самостоятельно, ну, а если кто-то не хочет самостоятельно, хочет повторять за мной вот эти вот все акции, которые были куплены, то для тех я сделал там табличку Excel, который прямо в соответствии с вашим капиталом рассчитает, сколько конкретных акций купить, и здесь, ну, он умышленно сделан такой вот платный, потому что, ну, я не очень хочу, чтобы много людей повторяло за мной вот именно этот портфель, вот именно этот состав портфеля, потому что, ну, надо делать так, чтобы ваш портфель зависел, во-первых, от ваших капиталов, а во-вторых, он не соответствовал в точности моему, потому что, ну, это не совсем правильно, потому что это может повлиять, там, если акции какие-то не очень ликвидные, то получается, что, ну, это уже, грубо говоря, там, чуть ли не манипуляция рынком, это вредно, вот, а если вы составите в соответствии с теми рекомендациями портфель самостоятельно, то это будет очень-очень здорово, и это будет даже лучше, потому что ваш портфель, скорее всего, будет расти быстрее, чем мой, потому что, ну, он будет соответствовать именно вашим капиталам, а не будет повторять точности мой. Повторяю, что я уложил в начале, ну, где-то вот там 129 тысяч было, или 124, вот в данном случае, вот показывает тысячи, в начале марта было, и вот они росли вот таким вот образом, то есть в начале они быстро росли, мне очень понравилось, потом они вообще не росли, я не обращал внимания, ну, скучно, вообще ничего не меняется, там, 130, 134, что там такое смотреть, нечего смотреть, в последнее время они подросли, что ожидается в дальнейшем? В дальнейшем ожидается, что, ну, вот, последние рекомендации брокера в открытие, я посмотрел, аналитика в открытие, что у них, в общем, сказать, вполне себе оптимизм, то есть падение вроде бы не состоялось, деньги продолжают печататься, и поэтому, ну, они ожидают, что вот это вот рождественское ралли, оно состоится, на самом деле, и до конца года ожидают рост, традиционный рост, ну, рождественское ралли, почему называется, потому что до конца года рост, и я думаю, что так и будет, а вот в начале следующего года, там уже, так сказать, бабушка надвое сказала, там уже будет сказываться эффект повышения ставок и так далее, ну, там целый-целый обзор, я, наверное, об этом сниму отдельное видео, на сегодня все, спрашивайте, задавайте вопросы, и до встречи. Да, кстати, сейчас у меня активизировалась деятельность по, как зарабатывать, если совсем нет денег, люди активно записываются, и буквально завтра я собираюсь провести вебинар на эту тему, ссылочка будет вон там, для того, чтобы записаться на, ну, вот это вот, как зарабатывать, если нет денег, пока он тоже бесплатный, вот, совершенно спокойно, и там я рассказываю о том, как начать зарабатывать, если нет денег, какие-то практические рекомендации я буду, ну, мы с Иваном создали такую схему, которая, кажется, сможет позволить вам без вложения денег зарабатывать, причем совсем-совсем неплохо, то есть, ну, как бы, я делюсь своими доходами с вами, а вы помогаете мне получать эти доходы. Вот такая схема. Если вы еще не записались, запишитесь, пока не поздно, потому что дальше это будет платно, вот, а сейчас пока вот, там есть открытый телеграм-канал, все это, как бы, ну, пошла движуха такая небольшая, так что записывайтесь. Все, прощаюсь, не смею больше держать, до встречи, с вами был Демятков Юрий.